Всем привет, я Элли Ди, и сейчас вы видите моего малыша на 12-й неделе беременности. На этой неделе вполне возможно разглядеть пол ребенка. Это будет мое третье УЗИ и первый скрининг. Подписывайся на канал, потому что скоро вы узнаете, кто у нас, мальчик или девочка. Мороз. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько вам нужно будет? 12 фон. Буду снимать на телефон. Конечно снимайте. Получается, каждую субботу, а первый день следующей недели. Какой большой живот уже. Да огромный, просто ужас. Вот это, это кишечник. Матка вот тут. Просто матка поднялась, вышла за луна и выдвинула кишечник вот туда. Естественно, у него. Ой, батюшки, смотри. Он вам там даже руки к вам тянет. Ой. Большой. Руки. Ой. Ой, смотри, ты видишь, шевелится. Да, мы же пришли, его разбудили. Привет. Ой, это его рука. Рука с пальцами. Вот она. Опа. Идите, говорит, уходите отсюда, вы что пришли жужжать. Я все равно буду останавливаться. Да, конечно, конечно. Потому что у меня есть вклад. Да, 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 конечно. Слушай, у нас. Длинненький такой он у вас. Высокий. Угу. 61,9. Значит, эти 62 миллиметра. Две ножки вы видите. Кто? Детеныш. Но пока кто, мальчик или девочка, я не скажу. В этом сроке видно плохо. А сверху у него пупарина, что ли? Пупарина, да. Здесь, понимаете, все, кто-то в руки, в руках видите, закрывает голову. Это вот инстинкт самосохранения. Услышал, что-то не так, да? Скорее закрываться. Можете просто снимать, да. Я вам буду говорить, что их детство. Это окружный животик. Замеряем окружный животик. Вот это вот даже нижнее ребрышко сверху видно. Руцин, бедро. Ножи сахарные. Это вообще просто. Уже человек, уже все органы заложены. Здесь видно верхнюю и нижнюю челюсть. Один пальчик у него ближе к ротику, да, а второй вот там наверху ручка. Отворачивайся. Головка, вот она головка, вот он головной мозг в виде бабочки такой, видите? Такая структура, похожая на бабочку. Многие говорят на грецкий орех. Писю точно не увидим, да? Неа. Я сейчас вернусь в ту зону, вы увидите. Там ее невозможно еще пока рассмотреть. Это же мягкие ткани. Естественно, там уже кто-то есть, или мальчик, или девочка. Осталось только дождаться 16 недели. И вот она промежность. Ну вот тут еще ваш детеныш, видите как? Он еще ноги сложил крест-накрест. Они были выпрямлены, а теперь они вот крест-накрест. То, что вот это вот между ног торчит, многие думают, что это мальчик. На самом деле это копчик, потому что если смотреть по плотности, вот эта плотность кости, видите, она белая. Это тоже кости. Вот там вот, где у мужчин в пенисе костей нет, поэтому это копчик. Да, поэтому пока мы не видим. Некоторые ошибочно принимают его за... Хотя и торчит так очень уверенно, смотрите. Ну, будем надеяться, что мальчик. Ну, ну нет. Мы лучше подождем. Малыш, привет! Вот он такой красавчик у вас. 176 для этого срока вполне себе нормальная. Так, плацента. Плацента у вас хорошая. Единственное, что у вас плацента перекрывает ширику матки. Вот она. Она длинная, там все закрыто. Но плацента полностью ее перекрыла. Поэтому, наверное, 16 недель на контроль посмотреть, отошла она или нет. В этом сроке бывает частенько, что полностью перекрывается кровоток. Все, спит ребенок. Не хочет он больше нам позировать. Сказал, хватит. Ну что, Эля? Как ты думаешь, кто-то мальчик или девочка? Не знаю. Смотри на лицо и представь, кто это. Ну, скажи на камеру, как ты думаешь, кто это. Мне кажется, что мальчик. Начается в следующий раз в 16 недель, через месяц. Так вообще можно было бы в 20, но учительное, что плацента перекрывает внутренний день. И пока запретно было бы уже. Запрет, да? Чтобы не закровило. А, я поняла. До следующего УЗИ. Да, пока мы не были уверены, что плацента оттуда отошла. Смотрите, уши закрыл. Потому что он слышит, да? Мы до сих пор не знаем, кто у нас. Потому что там не видно. Носик большой? Большой. Сколько нос? Миллиметр. Брыкается так, да? Да. Так, брыкался вообще. Просто погибался вот так вот. Спинка тут. Я там чуть не разревелилась. Так вот? Вот так. Ну, только мы не знаем, кто у нас, мальчик или девочка. Потому что он скрестил ножки. И все закрыл. И вообще, под конец он сильно расстроился уже и лег спать. Ну ладно, сейчас на прием пойдем. Наконец-то видели хоть что-то? Да. Кровь стали. Стали. Вот, ребят, бывает такая гадость, что придется делать кесаревое сечение, если пациента не поднимется. Плацента поднимается в процентах в 70 случаях. Но в 30, ребят, к сожалению, сделать им ничего нельзя. Вы никак не виноваты. Никто не виноват. Это вот так получилось. Сделать ничего невозможно. Помочь ей подняться невозможно. Так поднимется, так поднимется. Поднимется очень хорошо. Только единственное, чтобы посторонне заниматься, чтобы не было давления на плаценту. И если будете летать или куда-то уезжать, то обязательно прям четко мне пишем, куда летим, что, почему, как. Потому что, ребят, есть риск кровотечения. Вот, ребят, после того, как кровь получаем, сейчас идем. Когда готовы, надо будет к терапевту, лору и акулисту.